В Магнитогорске собака напала на 9-летнюю девочку. Ребенок получил травмы и испытал психологический стресс. В каком состоянии сейчас школьница, расскажет наш корреспондент. Мама девочки рассказала, ребенок до сих пор приходит в себя после встречи с собакой. Причем у пса есть хозяин. После инцидента женщина пошла в полицию, владельца агрессивной собаки нашли. Служители закона ведут расследование. У нее была истерика, пришлось отпаивать ромашкой, чтобы успокоилась. Задета коленка, на ягодице разорвана кожа и синяк наполовину попы. Теперь у меня ребенок из дома боится выходить. А жители Першина жалуются на псов. Со слов местных, еще несколько лет назад животные облюбовали поселок и теперь грузут домашних животных и нападают на взрослых с детьми. Местным жителям приходится отбиваться от животных камнями. Южноурайцы встретили медведя в осеннем лесу. Зверь задний откройте потихонечку, смотрите. Не, он здоровый. Нет, это молодой. Это двух годовалый. Очевидцы говорят, что пошли на гору Иремель. На своем пути встретили Косолапова. Убегать Мишка не собирался, но и подходить к машине не стал. Словно никого не замечая, зверь продолжил заниматься своими делами. А у южноурайцев Косолапый вызвал бурное обсуждение. На улице Механической рабочие заметили маленького зверя. Лосенок обитает рядом с заводом. Он вынужден добывать себе еду самостоятельно. Трудяги подозревают, что мама малыша погибла под колесами автомобиля. Уже пятый день он одиноко слоняется по территории в ее поисках. Конечно, сотрудники завода постоянно его прикармливают. В Челябинске удалось выходить пса, которого нашли замерзающим в сугробе. Зовут его Белочь. Помимо него было найдено еще несколько собак, но они, к сожалению, погибли. Сейчас пес ищет новых хозяев. Сразу нескольких лисиц встретили южноурайцы на территории городских округов. Этого зверя встретили в парке Гагарина. Лиса совсем не боялась прохожих и разгуливала между деревьев. А эту рыжий увидели жители Копейска. Очевидцев поразил внешний вид лисы. Ее шерсть была чистая и пушистая, будто за ней кто-то ухаживает. Она не выглядела, как животное, которое живет в лесу.